В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим об обучении в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В гостях у нас Марина Дмитриевна Соколова, директор Приморского филиала Президентской Академии. Марина Дмитриевна, рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте, Юлия, это взаимно. Интересная тема «Содействие занятости». Буду задавать вопросы как обыватель. Да, конечно. Когда я слышу слово «занятость» или когда мне нужно устроиться на работу, что мы делаем? Мы идем на какие-то сайты, ищем вакансии, либо мы идем в службу занятости. А что же такое программа «Содействие занятости»? Юлия, я думаю, что здесь самый главный момент, самое главное отличие в том, что когда мы ищем работу, будучи еще трудоустроенными, то есть мы направляем свои резюме в кадровое агентство, то есть мы не торопимся со своим решением, мы более свободны. Находимся в таких обстоятельствах жизненных, которые нас не стесняют и, собственно говоря, дают нам свободу. То есть мы свободны в своих действиях и свободны в выборе будущего места работы. Но часто жизнь, она преподносит сюрпризы для человека, безусловно, и часто возникают ситуации, когда человек оказывается в ситуации осложненного выбора. Конечно, я веду речь в первую очередь о тех гражданах, которые волею судей показались безработными и стоят на учете в Центре занятости населения. Собственно говоря, программа, проект содействия занятости, федеральный проект, он и был разработан и направлен на поддержку как раз-таки определенных категорий населения, которые нуждаются в поддержке, в поиске работы. И как раз-таки эта поддержка, она осуществляется не через классический такой рекрутинг, который, например, есть в кадровых агентствах, когда вам под ваши требования подбирают работу и, соответственно, сводят работодателя и сводят вас, и там уже идет взаимный обмен ожиданий. А в данном случае предлагается лицу, который находится в затрудненных обстоятельствах, а это, как я уже сказала, это безработица, это просто поиск работы, когда, например, человек понимает, что он пока еще работает на данном рабочем месте, но он уже чувствует, что он собирается уходить, и более того, не просто чувствует, а у него уже заявление и двухнедельная отработка. И также, конечно, еще есть такие определенные категории наших жителей, когда могут возникнуть сложности с сменой работы, с поисками работы. Это, например, у граждан предпенсионного возраста, у граждан возраста категории 50+, хотя в моем понимании здесь немножечко работает какой-то такой стереотип. На мой взгляд, граждане категории 50+, это наиболее востребованное, это просто кладезь опыта, знаний и вообще всего, что только может пожелать работодатель. Но, тем не менее, разработчикам программы эта категория, она отнесена также к категории, которой нужно содействие, нужна помощь. И еще две категории, это мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, мамы, имеющие работодателя. Тоже очень понятно, почему таким мамам может быть нужна помощь, потому что 3 года фактически женщина находится в отрыве от операционной деятельности своего учреждения, своей организации, меняется ситуация, меняется законодательство, меняются условия ведения бизнеса, ну, в зависимости от той специфики, в которой работает данная женщина. И, конечно, для того, чтобы выйти на работу и успешно адаптироваться в новых условиях, тем более уже имея на руках ребенка, который требует заботы, такой женщине тоже нужна поддержка. Поддержка в расширении каких-то ее отдельных компетенций, либо в придании ей какого-то нового образования. И вот я как раз-таки говорю, что главный ключевой момент, главное отличие данного проекта от традиционного подбора работы, это, конечно же, усиление компетенций человека, действующих компетенций, либо это образование, получение человеком образования, которое ему необходимо для того, чтобы более свободно, более, скажем, состоятельно ощущать себя на рынке труда в процессе поиска работы. Не сказала я еще про одну категорию, тоже она связана с мамами. Это мамы, у которых детки дошкольного возраста и мамы, которые не имеют работу вообще. Вот это тоже категория, которой предлагается пройти обучение в рамках проекта «Содействие занятости». То есть под содействием в данном случае понимается образование, дополнительное профессиональное образование, либо профессиональное обучение, смотря кому что необходимо, для того, чтобы более уверенно, более свободно ощущать себя на рынке труда в процессе поиска себе новой работы, ну, либо продвижение по карьерной лестнице вот у данного работодателя, в зависимости от того, кому что нужно. Вы говорите «дополнительное профессиональное образование». То есть я правильно понимаю, человек уже должен иметь профессию, чтобы получить какое-то доп. образование. Совершенно верно. То есть к среднему образованию это не имеет отношения? К среднему общему не имеет, имеет отношение к среднему профессиональному. Да, то есть, например, человек мог закончить колледж. Колледж, да, ну, совершенно верно, да, колледж-техникум, имеет диплом о среднем профессиональном образовании, и в процессе своей жизни он понимает, что ему вот как-то нужно либо усилить свои имеющиеся компетенции, свои текущие знания, почему, потому что, ну, тоже это жизнь, мы, когда, да, это классика жанра, когда мы все обучаемся, есть такая тоже стереотипная формула, когда нам говорят, придете на работу и вам скажут, забудьте все, чему вас учили, да, но я хочу сказать, что вот жизненный опыт показывает наоборот, другую, противоположную картинку, что в процессе работы приходится не просто вспоминать то, чем мы учили, а еще дополнительно, дополнительно учиться, учиться постоянно, потому что жизнь меняется, она каждый день преподносит какие-то определенные вызовы, и, конечно, на них надо отвечать эффективно, для этого нужны знания, знания, и еще раз такая банальная вещь, как знания, конечно, поэтому, безусловно, лицо, которое имеет среднее профессиональное образование в рамках своей текущей работы, может понимать, что вот не хватает, не хватает, может быть, права, не хватает где-то проектно-сметного знания, правил составления сметного, это я, например, говорю, не хватает знаний по, например, участию в закупках, хотя бы даже просто для себя и так далее, и так далее, список здесь большой, тут можно продолжать, поэтому, конечно, для лиц с СПО это очень хороший шанс усилить какие-то свои базовые полученные знания, ну и также, видите, сама форма дополнительного профессионального образования, она предполагает, что у человека уже есть образование, то есть это так называемое послевузовское, послевузовское образование, да, совершенно верно, поэтому диплом о высшем образовании абсолютно необходим, о высшем, либо о среднепрофессиональном. Ну, мне кажется, что дополнительное образование, знаете, это как курсы, когда какие-то проходишь, вот я прохожу какие-то курсы в рамках своей профессии, да, периодически, либо еще какие-то дополнительные навыки, которые мне необходимы, и мне всегда кажется, что доп. образование это некий концентрат, то есть если тот период, когда мы учимся в ВУЗе, там, да, действительно, что-то нам нужно, а что-то, возможно, ну и не пригодилось особо, как бы не хотелось этого признавать, но такое бывает, пять лет, а здесь это некий концентрат именно того, что нужно, получается. Верно, абсолютно верно, потому что фактически дополнительное профессиональное образование, оно идет по двум блокам. Это либо программы повышения квалификации, вот те самые короткие программы, там, недельные, двухнедельные, трехнедельные, в зависимости от продолжительности. И второй блок – это профессиональная переподготовка, это уже более такая глубокое, более глубокое погружение в определенный процесс, когда вы получаете дипломы профессиональной переподготовки, дающие вам право вести профессиональную деятельность. То есть более широкая, скажем, такая локация, более глубокое погружение в определенную тему. А что касается повышения квалификации, да, то есть здесь исследуется какой-то актуальный вопрос, который может вызывать, ну, может быть, какие-то сложности, может быть, какие-то изменения в законодательстве. Вот у нас очень часто, ну, практически, наверное, на постоянной основе, и не только, я думаю, у нас, у многих образовательных организаций, кто работает на рынке программ дополнительного профобразования, наверное, наиболее востребованная программа – это специалист по закупкам и управление государственными муниципальными заказами, потому что 44-й федеральный закон о закупках – это такой нормативно-правой акт, которые с завидным постоянством вносятся изменения, и они регулярны, да, и в этом надо разбираться, их надо просто знать для человека, который работает в этой области. Ну, и, собственно, мы часто видим наших клиентов, приходящих к нам за новыми, скажем, обновлениями, вот в рамках данного закона. Поэтому здесь вот базовые такие моменты, они есть. И, конечно, вот если мы говорим про проект содействия занятости, то здесь тоже первый вопрос, который всегда встает, и он отводится на решение образовательной организации. Какие программы предлагать людям? Это самый базовый вопрос. Можно, конечно, все лучшее сразу, да, то есть выставить все, что есть. Рынок изучается? Он не просто изучается, а мы вот в этом году подошли немножечко по-другому. Так как в рамках реализации этого проекта все федеральные операторы, а я уже начала говорить про как бы институционализацию этого процесса, реализуют проект федеральные операторы, одним из которых является Ранхикс, и, собственно говоря, Приморский филиал президентской академии является представителем в Приморском крае федерального оператора. Так вот, мы все, федеральные операторы, заключаем соглашение с региональными министерствами труда, и после заключения соглашения нам была предоставлена информация, собственно, о вакансиях, которые заявляют работодатели в Приморском крае, и, конечно же, о тех заявках, которые оставляют безработные граждане в центре занятости. Состыковка этих двух потоков, она как раз-таки показывает конкретно, что хотят работодатели. Конечно, конечно, именно он и есть. И вот эта состыковка позволяет показать, какое у нас предложение труда на рынке, какой у нас спрос и где между ними есть дисбалансы. Собственно говоря, вот на этих дисбалансах, обращая внимание на эти дисбалансы, мы и предложили в 2021 году конкретные блоки, конкретных программ, которые нужны экономике Приморского края. И фактически, вот если посмотреть, у нас в Приморском филиале Президентской Академии их не так уж и много, всего 22. Например, если мы возьмем другого нашего оператора, это Томский госуниверситет, который действует через ДВФУ, с ДВФУ заключено соглашение, то там программ больше гораздо, порядка 45, по-моему, даже 50. WorldSkills, это третий оператор, тоже большое количество программ, предлагает. Я думаю, что это все, конечно же, обосновано, но мы решили действовать более точечно, нажато и не распалять ресурс, давая только то, что конкретно нужно экономике. И что же нужно? И что же нужно? В первую очередь, и я думаю, что все, кто у нас находятся, скажем, в понимании ситуации, особенно в промышленном производстве, согласятся, что в крае огромная нехватка инженерных кадров. Она огромная. По разным причинам она возникла, по разным причинам вопрос инженерного образования в ближайшее время будет решаться, ну, скажем, не так эффективно, как он должен решаться. Поэтому для того, чтобы купировать эту ситуацию и предложить рынку и организациям, которые работают в данной специфике, какие-то готовые быстрые решения, мы предложили несколько программ. Программ повышения квалификации коротких и программ профпереподготовки по таким направлениям, как конструкторско-технологическое сопровождение и обеспечение производства, управление машиностроительным производством и автоматизация и 3D-конструирование на базе определенного программного обеспечения SolidWorks. Это обеспечение известно тем, кто работает в как раз таки машиностроении. Собственно говоря, что меня очень радует, это то, что нам удалось и привлечь кадры. Это наши такие базовые, профессиональные кадры, которые еще с советских времен готовили инженерных работников. Очень я рада, что нам удалось войти в контакт с этими замечательными представителями профессорского преподавательского состава и что они у нас будут преподавать по этим программам. Поэтому я уверена, что и организациям, которые ощущают у себя нехватку инженерных кадров, и людям, которые, например, понимают, что им необходима дополнительная подготовка, потому что, ну, тоже здесь, в общем-то, есть уже сложившаяся с 2010 года тенденция. Фактически все образовательные учреждения с 2010 года перешли на бакалавриат. Это 4 года подготовки, иногда 3,5. Странно. Ну, скажем, да, можно оставить в стороне, конечно, причины и последствия. В моем понимании, конечно, мы теряем с такой подготовкой, теряем очень много. Инженера за 3,5 года не подготовить. Не выучить. Да. Более того, еще один момент, который влияет на высшее образование, это стандарты. Я вот уже очень часто привожу в пример, что, например, когда училась я, не было системы федеральных государственных образовательных стандартов. И поэтому сама организация высшего учебного заведения, а я обучалась, это бывший ДВИСТ, потом он стал коммерческим институтом, потом он стал Академией экономики и управления, ну, а теперь это ДВФО. Сама образовательная организация самостоятельно формировала учебные планы по каждой специальности и фактически имела свободу наполнить теми дисциплинами, которые вот казались действительно необходимыми. И я хочу сказать, что вот я обучалась, конечно же, не по инженерке, а по государственному муниципальному управлению в чистом виде. Такого учебного плана, который был у нас, я не встречала потом никогда после введения образовательного стандарта. Так вот, собственно говоря, стандарт. Он диктует структуру учебного плана при подготовке кадров. И, конечно же, ну не всегда удачно, не всегда удачно. Поэтому даже лица, которые завершили инженерное образование, получили диплом бакалавра, конечно же, по прошествии времени, они не могут не ощущать того, что однозначно необходимо либо повысить свою квалификацию, либо даже получить переподготовку на базе имеющегося инженерного образования. Мы это предлагаем. Это первый момент. Но вообще мы решили подойти, знаете, более так блочно и сформировали программы как бы для промышленного сектора, для предпринимателей, будущих предпринимателей, и, конечно же, для государственных, гражданских и муниципальных служащих. Но мы не могли, конечно же, без этого обойти. И, соответственно, в каждом блоке есть свои, ну я не буду говорить фишки, но есть свои такие программы, которые являются, ну наиболее, наверное, в моем понимании наиболее востребованными, наиболее интересными. Но это, конечно, только уже сами будущие слушатели могут сказать, что им нужно, конечно, да. Мы говорим о переподготовке, о доп. образовании. Знаете, вопрос такой. Неужели у нас действительно существует кадровая проблема, мы поняли, что она есть. Неужели людям сегодня нужна работа? Казалось бы, рынок широк. Ну вот смотрите, если мы берем статистику, всегда мы должны брать только статистику, исключительно, картинка очень проста. В Приморском крае на 1 января 2021 года порядка 19 тысяч человек, ищущих работу, которые стоят на учете в Центре занятости населения, как ищущие работу. Из них... Официально? Да. Из них 18 тысяч официально стоят на учете в качестве безработных. Это много. Это много для Приморского края. При этом это же официальные данные, которые рассчитываются по определенной методологии. А статистика также иногда, вернее, не иногда, а постоянно размещает данные о незанятых, рассчитанных по международной методологии организации труда. Так вот, незанятых в Приморском крае порядка 55 тысяч человек. В числе этих незанятых это и безработные, и ищущие, и те, кто латентно безработный, и тот, кто не хочет работать, или тот, кто еще не определился. То есть фактически 55 тысяч человек. Ну, если мы сравним с численностью населения Приморского края, или даже... Да, или тем более с численностью вообще рабочей силы, она у нас порядка 300 тысяч человек. Ну, как бы да, процент он очевиден, он очень немаленький. Поэтому действительно есть проблема, которую надо решать. Она есть объективна. И вот если смотреть ту квоту, которую Минтруд России в этом году выделил на Приморский край, я хочу сказать, что она вполне себе хорошая. Она приятная даже, можно сказать, для Приморского края. Фактически все три федеральные оператора должны обучить порядка 3400 человек. Ну, если сопоставить с официальной, по крайней мере, статистикой, то, конечно, я понимаю, что фактически каждый шестой безработный, он должен пройти обучение. Но это невозможно сделать без активной позиции центра занятости населения. То есть не могут образовательные организации безработных граждан в добровольном, самостоятельном порядке как-то привлекать на свои программы. Центр занятости, они обязаны оказывать это содействие. Но пока, к сожалению, сложно процесс происходит в этой части. Пока молчит. Мы будем надеяться, что нам наладится эта коммуникация. Ну, я думаю, что здесь вариантов немного. Здесь должна быть только эффективная работа со всех сторон, со стороны всех участников процесса. И поэтому Центр занятости успеет до конца ноября выполнить квоту по обучению. Это, конечно же, в интересах Приморского края. Однозначно. То есть я правильно понимаю, чтобы пройти вот эту переподготовку, назовем это так, да? Ты должен быть зарегистрирован в Центре занятости. И он тебя должен направить. По-другому никак. Нет, не совсем так. Вообще заявитель заявляет сам. То есть любой желающий сам заявляет, оставляет свою заявку и заявляет о своем желании обучиться на конкретной программе. При этом я обращаю внимание, что действует единый общероссийский сайт «Работа всем». Именно на этом сайте заявитель обязан регистрироваться. То есть больше никто, никакая организация никаким образом не имеет права собирать списки, делать какие-либо рассылки куда-либо. То есть только все через регистрацию на общероссийском сайте. И дальше получается следующее, что когда идет регистрация, предлагается заявителю выбрать свою категорию. А это, как я уже сказала, либо безработный, либо ищущий работу, либо это 50+, либо это предпенсионный возраст, либо это мамочки с детками до 3 лет, либо до 7 лет. Все категории в личном кабинете есть. То есть заявитель выбирает свою категорию, прикрепляет необходимые документы. Конечно, для безработных это, соответственно, справка о том, что он стоит на учете. Равно, как и для ищущих работу. Тоже справка от центра занятости. Ну а для других категорий там другие документы. Все это в личном кабинете указывается. Проблем не составляет. Просто, но в чем есть сложность? Сложность именно есть в фактической работе этой системы. Вот мы начали обучение с начала мая, и, конечно, граждане практически постоянно жалуются на работу этой системы. К сожалению, она общероссийская, и она тяжелая, она масштабная, она где-то виснет. Где-то, когда выбирают Приморский край, попадают на Пермский край. Есть такие технические моменты, которые постоянно отрабатываются, совершенствуются, но мы будем надеяться, что наши федеральные коллеги, которые курируют данную платформу, все-таки успеют ее довести до рабочего нормального состояния, чтобы жителям было удобно работать с этой системой. Потому что, понимаете, можно сколько угодно долго говорить о том, какое замечательное обучение, какие хорошие программы, и как это поможет людям. Но если человек на начальном этапе... Застопорился, да. Конечно, то может потом просто желания не хватить, и все. У меня сейчас такая история с госуслугами. Ну вот, да. Видите, тут бывает ситуация, когда все равно нужно, и в любом случае будешь идти до конца. А в ситуации с обучением не всегда человеку очевидно, что ему это нужно, что ему это поможет. Опять же, если мы говорим про категорию безработных, тоже бытует такое мнение в центрах занятости, с чем я категорически не согласна, но я периодически об этом слышу, и именно от центра занятости, что безработные – это такая особая категория, которые, ну скажем, привыкли. Которым нравится быть безработным. Да, они привыкли к этому статусу, и им ничего не хочется менять, они получают свое пособие, и больше им ничего не нужно. Вы знаете, ну я не могу с этим согласиться. Все-таки человек – это создание ищущие. И человеку свойственно идти, да, может быть, на каком-то этапе можно и остановиться, но остановка, она не свойственна движению, а сущность человека – это все-таки движение. Всегда же хочется большего. Больше денег, больше, я не знаю, возможностей. Элементарно хочется чувствовать себя состоявшимся в жизни. Даже если до этого были какие-то неудачи, любому человеку все-таки хочется понять, что он смог их преодолеть, и он смог найти в себе силы все-таки что-то в своей жизни изменить. А для этого как раз таки, я не скажу, нужна учеба или нужно образование, нужны знания. Компетенции. Вот за последние 11 лет я могу так сделать вывод, что, к сожалению, знания немножечко обесценились. По той простой причине, что не всегда они качественные. Вернее, даже так, не сами знания, а информация, которая претендует на роль знаний, она не всегда бывает качественная. Не всегда лица, которые ее преподносят, вызывают у нас какое-то доверие, авторитет. И, конечно же, еще и такой момент, что слишком... Проблема выбора. Когда слишком много предлагается, человек сперва, наверное, интересуется, а потом слишком большой выбор, он снижает мотивацию вообще обращать внимание на что-либо, и человек считает, что нет, мне достаточно того, что у меня есть, и мне это не нужно. Но, тем не менее, я думаю, что в любом случае до любого человека есть смысл достучаться, пока человек жив, он должен добиваться... Большего, да? Большего, да, он должен идти по своему пути, чувствуя себя состоявшимся. Ну, это наше такое убеждение. Программы эти для жителей, они бесплатные? Да, они полностью за счет средств федерального бюджета, даже бюджет субъекта Приморского края в этом обучении не участвуют. Они полностью бесплатные. Да, да, да. Да, да. Поэтому, конечно, я думаю, что это очень хороший инструмент. Хороший инструмент и для самих людей, которые понимают, что им надо что-то в жизни поменять, либо как-то себя защитить и обезопасить. Это очень хороший инструмент. И для глав муниципальных образований, вот у нас была уже встреча, я об этом говорила главам, что ведь у нас есть муниципальные образования, где процент безработных, ищущих работу высок. И людям надо давать шансы, людям надо показывать, что есть возможности. Может быть, они не видны в этом муниципальном образовании, может быть, в этом муниципальном образовании нет работы, которую люди хотят. Но мир велик, он не ограничивается только этим местом. Главное понять, что ты можешь предъявить работодателю, что ты можешь предъявить этому миру, вытащить это из себя, усилить это, и потом уже идти более уверенной поступью. Согласна, да. Я знаю, что в 2021 году программа была усилена. Появилась она в 2019, если я не ошибаюсь. В 2021 была усилена. Уж не пандемия ли? Возможно, возможно, пандемия. Но пошли изменения в 2021 году. Именно те, что ввели трех федеральных операторов. Это образовательная организация, о которых я уже сказала, WorldSkills, Ранхикс и Томский государственный университет. Я полагаю, что это было продиктовано необходимостью более, наверное, детального учета потребностей слушателей. До этого программы реализовывали Центры занятости населения, и у них своя система оценки, и своя система выявления того, что необходимо. Образовательные организации, они немножечко с другой стороны смотрят. Они немножко по-другому оценивают потребностей того же рынка труда, потребностей экономики, скажем, по иным методикам. Поэтому вот данная инновация, перевода всего процесса на трех федеральных операторов, я думаю, что она была такой адекватной мерой. Должно быть, все в итоге послужить, вот эти изменения, они должны послужить, конечно же, на благо человека. Думаю, что так оно и будет. Если уж заговорили про пандемию, очень много было сообщений о том, что во время пандемии люди потеряли работу. Ну, что там сообщение, это действительно так. Многие лишились, да, закрылись производства, какие-то бизнес у кого-то. Поможет ли в данном случае вот такая переподготовка? Она может оказать содействие, безусловно. И оказать содействие вот уже под тем основанием, которое мы уже в беседе с вами упомянули. Конечно же, если вот мы посмотрим на те сферы, на те сегменты, которые закрылись, которые больше всего пострадали, да, это, конечно же, бизнес. В начальной стадии ограничительных мер это была бьюти-сфера, потом это туризм, потом это общественное питание в той либо иной сфере. Конечно, это узкоспециализированные сегменты. Сложно, безусловно, человека там из сферы туризма начать обучать каким-то практикам не знаю, там, проектного управления или там реализации муниципально-частного партнерства и конституционных соглашений. Ну, просто как бы не совсем понятно, для чего им это нужно. Но с другой стороны, вот исходя из того перечня программ, которые мы предлагаем, я думаю, что каждый нуждающийся человек, он сможет найти что-то свое. Ну вот, например, я не случайно вспомнила про бьюти-сферу, про малый бизнес в области туриндустрии и сегмента сервиса. Мы добавили одну из программ, которая фактически управляет личным брендом, формирует личный бренд и управляет им. Эту идею предложил очень замечательный и такой талантливый в городе Владивостоке. Я даже, скажем, архитектор бренда, не буду называть его имя для того, чтобы, наверное, с одной стороны создать интригу, а с другой стороны, чтобы уйти от ненужных моментов. Собственно говоря, эта программа и это обучение, они могут человеку фактически позволить, наверное, сделать какие-то правильные расстановки для самого себя. То есть все-таки понять, в чем, скажем, моя сила, чего мне не хватает, что необходимо еще доработать и, опять же, что я готов предъявлять этому миру. Ну, мне кажется, что эта программа, она может быть интересна широкому кругу лиц. И, безусловно, в принципе, вы знаете, Юлия, я думаю, что вообще любое обучение, оно как раз-таки призвано осуществлять те самые расстановки. Разъяснять человеку, что... В какую сторону, да. Да, куда двигаться, что для этого необходимо и что в итоге он получит. Поэтому каждый человек, который так или иначе пострадал, он сможет в наших программах найти то, что ему поможет более уверенно себя ощущать, ищать на плаву и тем более идти дальше. Программа подходит к концу, к сожалению, уже еще можно было долго-долго, наверное, рассуждать на эту тему. Давайте напомним, все-таки, куда обратиться, что сделать? Для того, чтобы в проекте поучаствовать, можно зайти на сайты трех образовательных организаций. Это приморский филиал Ранхикс, это ДВФУ и это WorldSkills. Посмотреть программы, которые реализуются. На каждом сайте есть соответствующая ссылка. Выбрать программу, которая нужна и затем зарегистрироваться, подать заявку на общероссийском сайте «Работа всем», приложив необходимые документы. Но я обращаю внимание на один очень тонкий нюанс. У нас бывали случаи, и пошла такая тенденция, когда отдельные образовательные организации призывают людей регистрироваться в качестве ищущих работу. То есть человек не собирается менять работу, но ему организация предлагает зарегистрироваться в таком качестве для того, чтобы бесплатно поучиться. Обман. Ну, скажем, не очень хорошая вещь, особенно она не хороша при работе с средством федерального бюджета. Нельзя такие вещи допускать. Поэтому я, скажем, призываю, обращаюсь к гражданам, не попадаться на такие провокации. И все-таки понимать, что если вы регистрируетесь как ищущий работу, то вы отдаете себе отчет в том, что действительно вы ее ищете, а не планируете поучаствовать просто в освоении средств бюджета и в фиктивном таком раздувании категории ищущих работу, которая и так в Приморском крае велика. То есть нам есть с кем работать, нам есть кому дать. Не нужно... Чужие места. Совершенно верно. Марина Дмитриевна, я желаю вам благодарных слушателей. Спасибо. Приморья поменьше, без работы. Да, это было бы очень хорошо для нас. И вы знаете, как говорится, макроэкономика — это три кита. Это занятые, это уровень цен и, безусловно, это экономический рост. Так вот, один из них самый важный — это уровень занятости. Мы очень хотим, чтобы он в Приморском крае был гораздо выше, чем есть сейчас. Уверена, что содействие занятости поможет в данном направлении. Будем надеяться. Хорошо. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили об обучении в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». В гостях у нас была Марина Дмитриевна Соколова, директор Приморского филиала президентской академии. В студии работала Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова